Новогодние традиции Вот почему мы, например, украшаем ель, а не какую-нибудь дуб или березу Почему взялась такая странная традиция и как она распространилась по миру Ну, сделать такой рассказ очень сложно, потому что традиция очень старая Уходит корнями в седую глубину веков И может быть даже туда, куда не заглядывали историки Потом разные традиции сливались друг с другом Сформировалась традиция формировать именно елку А дальше традиция стала давать новые веточки, ответвления и так далее То, что сегодня будет рассказано, это своего рода такая необычная сказка Ученые говорят, это научная реконструкция То, как это можно себе было бы представить Как люди формировали такую традицию Ну, первый важный вопрос, это когда отмечать, собственно говоря, Новый год Ну, вы, наверное, знаете из курса природоведения, что есть три разные промежутка времени Первое – это обращение Земли вокруг себя Это сутки или как день, как мы привыкли говорить Второе – это обращение Луны вокруг Земли Это уже месяц И последнее – это обращение Земли вокруг Солнца И это у нас будет целый год Ну, все бы было хорошо, если бы эти величины были кратные Ну, например, ровно семь дней и Луна переместилась на четверть Или там ровно 365 дней и случился бы год А оказалось, что эти цифры не кратные Поэтому возникают серьезные проблемы вычисления времени Ну, когда мы стоим на поверхности Земли Солнце всходит летом высоко-высоко А зимой оно идет, в общем-то, низко над горизонтом Тогда, конечно, человек со времени своего существования не знал про то Что же происходит с Землей, с Солнцем Он просто сидел на Земле и смотрел Как же Солнце движется над горизонтом Ну, когда оно идет высоко, то, в общем-то, не страшно Вокруг тепло, лето, замечательно, птички поют, все зеленеет Можно, как бы, быть уверенным за свою жизнь Что найдешь какой-нибудь корешок там Поймаешь какое-нибудь животное Зажаришь на костре и будет замечательно Ну, вот представьте себе пещерных людей Которые, значит, в окружении пещерных медведей Соблюзубых тигров Наползает ледник Вот они уже при этом леднике живут Жгут костер, чтобы не замерзнуть Солнце садится все ниже, ниже, ниже И становится страшно А вдруг оно вообще уйдет за горизонт И больше никогда не появится Ну, и возникает вопрос Что же делать? Ну, тогда собирались у костра Боялись всяких разных зверей, которые ходили вокруг В самую вот нижнюю точку, когда Солнце взошло ниже всего Старались принести какие-то жертвы Для того, чтобы Солнце одумалось И начало сходить обратно над горизонтом Это вот такая точка жизни, которая называется Зимнее солнцестояние Зимнее солнцестояние, оно гораздо быстрее, чем Новый год Оно будет с 20-го, 21-го Ну, там, календарная дата немножко плавает Ну, где-то вот в этом районе уже будет Самая-самая низкая точка Солнца над горизонтом Ну, что будет, если Солнце вдруг никогда не взойдет? Об этом написано у Корнея Ивановича Чуйковского Солнце по небу гуляло и за тучу забезало Глянул зайка в окно, стало зайке темно Горе, горе, крокодил наше Солнце проглотил Дальше наступает полный мрак Там раки что-то там делают во мраке Волки бешеные воют под горою И, в общем, никому ничего не видно Ну, и, конечно же, страшно всем Дальше что нужно делать? Надо пригласить героя какого-нибудь Ну, в нашей сказке герой понятен Это медведь Он сначала не хочет идти, поскольку дело трудное Крокодил лень ему Ну, ему говорят, у тебя есть медвежата Ты вообще обязан это сделать И, в конце концов, он вооружается дубиной И отнимает у крокодила Солнце Ну, примерно так представляли себе и древние люди Что там под землей что-то такое происходит Египтяне древние думали, что под землей По подводной реке бог Ра на лодке Плывет по подземной реке Дальше он встречается со змеем Этот змей у греков назывался питон Под этим именем мы его знаем Они должны сразиться друг с другом И потом бог Ра должен опять выплыть с другой стороны И поплыть уже по небу По небесному такому вот части своего пути Ну и, конечно, вот самый важный день Это когда он очень низко проходит И считалось, что эта река меняет течение там под землей Там особо серьезные битвы бывают И силы зла, они вот выходят ближе всего к поверхности Именно вот в это время года Когда очень темно и очень страшно Поэтому нужно было узнать точно Когда же это время года Чтобы вовремя принести жертву вот этим вот темным силам Чтобы они отпустили солнце И солнце наконец-то стало обратно подниматься над горизонтом Вот перед вами такая реконструкция Это сооружение, кто знает, как называется? Стоунхедж Оно использовалось как раз для того, чтобы понять Как высоко солнце восходит над горизонтом Там есть в центре такая камера, в которой проникает тонкий лучик света И на алтарь он попадает ровно тогда, когда солнце ниже всего над горизонтом И там под землей уже начинается Вот попал лучик света на алтарь Значит, начинается богослужение Значит, богам приносят жертвы И, соответственно, солнце всходит над горизонтом вновь выше и выше Ну, это то, что сегодня от него осталось Ну, это вот фактически очень древнее, с одной стороны, культовое сооружение А с другой стороны, это одна из первых обсерваторий Которая наблюдала за солнцем На самом деле, вот аналогичных построек довольно много Но вот Стоунхедж, это лучше всего сохранившееся А так люди строили их по всей планете И старались следить за солнцем с помощью вот таких вот сооружений крупных Ну, поскольку зима и вот эти вот темные силы очень близко к поверхности Как говорили славяне, силы НАВИ пытаются проникнуть в явь Нужно было как-то замаскироваться Для этого люди как бы называли детей двумя разными именами Одно имя было неказистое для внешнего обращения Что там какой-нибудь хромый или там косой, кривой, еще какой-нибудь А нежное, ласковое имя было только для семьи И злые силы, когда они подходят и думают, кого же выкрасть Они слушают вот это неказистое имя и думают Ну, зачем мне там какой-нибудь хромый Мне надо какой-нибудь покрасивее найти И его должны утаскивать С другой стороны, люди тоже, конечно, этим пользовались И рядились во всяких представителей злых сил Вот здесь такая традиция колядок Значит, надо было нарядиться в зверя с рогами, в какую-нибудь шкуру И самое обязательное, что тебя не должны узнать Вот если ты правильно замаскировался, то, значит, хорошие колядки Даже никто не поймет, кто вот под этой шкурой козы находится Ну и дальше надо обходить дома и выпрашивать подарки Это такой вот символический подарок злым силам Чтобы они отпустили солнце и никого больше другого с собой не утащили в Нижний мир Ну и, наверное, после этого сразу же становится светлее и лучше Второй праздник связан с тем, что солнце стоит высоко-высоко Ну, в старину этот праздник назывался русалиями И длился он целую неделю Неделю праздновали русалии Это ближе всего к летнему солнцестоянию Ну, тогда теплая была, жаркая погода Все купались Считалось, что в это время тоже такие вот разные силы природы становятся ближе к человеку Русалки, например, выползают из водоемов и размещаются на ветвях Слышали ли когда-нибудь вы об этом? Это где вы такое слышали? Это вы слышали у Пушкина Но на самом деле это еще более древний, гораздо раньше, чем Пушкин обычай И вот такое поверье, что русалки вот выползают на ветви Кроме того, русалки могли зазевавшегося купальщика утащить с собой на дно к водяному И, значит, были вот такие вот тоже обычаи, связанные с перепрыгиванием костра Тоже в дар отправлялись венки красивых цветов, которые плыли вот по воде Часто со свечечками с какими-то И это еще было время, когда люди искали себе пару Вот как бы кто кому приглянется И после русалиев уже могли идти свататься и как-то уже справлять свадьбу То есть это был такой вот важный ритуальный часть Ну и были ритуалы очищения, перепрыгивания через огонь Огонь должен как бы был очистить человека И он становился совершенно новым, если он правильно перепрыгнет вот этот вот огонь Ну вот здесь вот изображены такие гадания Сзади русалочка такая стоит И гадают о суженном, кто там будет Отправляют веночки с огоньками Ну, одно дело следить точно за солнцем А другое дело считать дни в календаре Вот перед вами такой император, который назывался Гай Юлий Цезарь Тоже, наверное, известный человек вам До Цезаря было очень хитро Считали дни жрецы Потому что остальные люди как-то, ну, не очень задумывались Как правильно сосчитать количество месяцев Сколько будет год там и так далее С 153 года в Риме устанавливается правление консулов Римский народ выбирает консулов И каждый консул правит ровно один год Но если консул правил как-то плохо и обижал жрецов То жрецы ему год так немножечко укорачивали Он правит, правит, ему говорят Все, твой год закончился, извини, пожалуйста А если консул был хороший с точки зрения жрецов То ему год набавляли, там еще месячишку там накидывали И он правил дольше А за особую мзду можно было там поправить и больше Была коррупция, короче говоря Значит, кто хорошо заплатил жрецам и к ним подлизывался Тот дольше правил А кто их пытался прижимать, тот правил меньше И вот так вот считали годы Цезарь, когда он стал консулом римского народа Он не считался императором, он считался консулом Сказал, давайте мы наведем порядок в этом деле И сделаем объективно, чтобы все правили поровну Ему выделили самый длинный год в истории человечества Пока он не закончит все реформы Этот год длился 455 дней Жрецы считали, что это все один и тот же год За это время они должны были подготовить И предоставить Цезарю календарную реформу Ну, они придумали Юрианский год Что это, ну, примерно то, чем мы сейчас пользуемся Это три года нормальных и один год високосный В котором 366 дней А остальные 365 Ну, это все тоже знают Ну, и дальше, после того, как они принесли на подпись это все Было решено, так сказать, подлизаться к Цезарю И сказать, что вот давай в честь тебя месяц какой-нибудь назовем Ну, январь нельзя называть, да Потому что он в честь бога Януса Февраль, это в честь тоже божества подземного мира Март в честь бога Марса Этот вообще мог обидеться и не было бы удачи в военных походах Апрель в честь Афродиты Тоже сильная богиня Тем более она сестра Марса Тоже ее обижать нельзя Май в честь богини Майи Июнь в честь Юноны, которая была супругой самого Юпитера Тоже она как бы была влиятельная А дальше были номерные месяцы Следующий там месяц номер такой-то, номер другой-то там и так далее Вот давай один из номерных возьмем и переименуем в июль В честь Юлия Цезаря Ну, Цезарь радостно согласился, правил он не так долго И, значит, его в конце концов убили на ступенях форума И после него заступил Октавиан Август Вот он перед вами Жрецы сразу же спохватились и побежали к Августу Сказали, Август, ты великий и мудрый правитель Давай в честь тебя назовем какой-нибудь месяц Вот мы уже увыковечили Цезаря Вот он теперь у нас месяц июль А в честь тебя назовем месяц Август Ну, Август тоже согласился Правил он долго Умер там в 80 с чем-то лет То есть это для Древнего Рима очень большая величина И при нем Римская империя процветала И везде царил мир И все было хорошо Но рано или поздно все заканчивается Кончилась жизнь Цезаря И на престол всходит Тиберий Ну, жрецы опять бегут к императору Говорят, император, ты великий и могучий Давай в честь тебя устроим месяц Тиберий Поскольку ты после Августа Вот за Августом надо сразу и Тиберий называть месяц Но Тиберий был человеком мудрым И налезть непадким Поэтому он сказал жрецам Что же вы предложите 13-му Цезарю? То есть месяцы закончатся когда-то И придется увековечить очередного Значит будут переименовывать уже Месяц в честь июля и в честь Августа Поэтому Тиберий отказался И с тех пор жрецы к императорам не ходили Месяцы так и остались Остальные номерные месяцы Ну давайте подумаем Сентябрь это какой месяц был у римлян? Септем это седьмой Октябрь восьмой Октем да Ноябрь девятый Декабрь Дека десять А дальше в честь божеств Год начинался в марте Потому что римляне воевали Это для них было важно Погода у них примерно как у нас сейчас была Вот в Гурзуфе А особенно такой теплой одежды они не носили Ну представьте себе металлические доспехи Они холодные в общем-то Бегать в них зимой неудобно И махать мечом Поэтому на зиму военные действия прекращались Все расходились по теплым квартирам И значит без доспехов грелись где-то у очага А потом наступал март Солнышко пригревало Можно было нарядиться И так сказать вперед И побеждать всех разных варваров Поэтому цикл жизни у римлян начинался с марта Конец года Это был какой месяц? Сейчас Если в марте начинается с первого марта То февраль Куда надо вставить еще один лишний день в высокосном годе? В конец года В конец года То есть Февраль Поэтому в высокосном годе у нас плавает февраль То чуть-чуть больше, то чуть-чуть короче Он самый короткий месяц Потому что жрецы для августа Один день из февраля вытащили и добавили в август И у нас есть два месяца подряд 31 день Потому что неприлично императору давать месяц В котором всего 30 дней Должно быть 31 Поэтому из конца года немножечко вытащили И туда вот ставили Ну, юлианский календарь юлианским Но сейчас на самом деле в мире Все перешли на так называемый григорианский календарь Юлианский календарь был не совсем точный И уже к 15 веку стало понятным Что день длится не 365 и 25 и четверть суток А видите 24 и еще 25 десятитысячных суток Что это означало? Что юлианский календарь потихонечку раз в столетие Уходит на один день вперед И в конце концов зимние праздники окажутся летом Это вычислили во времена Папы Григория XIII Он поручил астрономам все внимательно рассчитать Все вычислить И они ему сказали Можно поправить и исправить ошибку Если каждый год заканчивающийся двумя нулями Не считать високосным Исключение года, который кратны тысяче Вот 2000 год был високосным Он был исключением и из исключений Поэтому вот ровно 2000 год оказался высокосным у нас Это вот из-за поправок, введенных Григорием Дальше он задумался вот над каким вопросом А ведь начало лета исчисления ведется от какого момента? От Рождества Христова И поскольку это насчитали уже 15 веков То накопилась ошибка И надо эту ошибку взять и исправить Ну как исправить? Надо убрать лишние дни Которые набежали за это время И вот Папа Римский 4 октября 1582 года Велел, что за 4 октября Дальше будет сразу 15 октября Ну представьте себе Вот вы заснули, было 4, а проснулись уже 15 Очень странно, да? Вы бы не поняли Папа долго готовился Пропагандировал сначала эту мысль Выяснял, как к этому отнесутся Но потом все-таки решил издать вот такой вот резкий декрет Ну в результате на Папу ополчились Стали говорить, что Папа впал в ересь И он хочет обмануть перелетных птиц Потому что перелетные птицы Они в одну и ту же календарную дату улетают А тут он хочет, чтобы они улетели пораньше Это не столь важно Когда улетят птицы Но гораздо важнее, что каждый месяц Церковь взымала налоги Вот прошел месяц И надо было платить церковную десятину Десятую часть того, чего ты наработал И изымали это вот каждый месяц А тут представьте, да? Месяц взял и укоротился На вот эти вот 10 дней На 10-11 дней Это значит, что сборщик налогов Придет не через 30 дней А придет за этим налогом на 10 дней раньше Надо успеть наработать эту десятину И пошли бунты, потому что не хотели платить Как же так? Мы уже заплатили за месяц Приходите через 30 дней А они приходят раньше Это было очень, ну так сказать, неприятно И некоторые страны из-за этого недовольства Даже вот пытались отделиться от Римской католической церкви И учредить какие-то вот свои учреждения То есть это было серьезное дело Дальше Папа Григорий отправил в Константинополь К Патриарху своих представителей Чтобы Патриарх тоже принял это дело Что вот, ну, надо бы этот календарь тоже поправить И во всем христианском мире, чтобы он был одинаковый Патриарх принял эту идею прохладно И теперь в России есть два календаря Первый календарь это Григорианский По которому мы будем праздновать Новый год А второй неожиданный календарь Это Старый Новый год Юлианский Еще за это время От 15 века накопилась ошибка В дополнительные 4 дня Юлианский календарь ушел вперед Поэтому у нас Старый Новый год Празднуется с 13 на 14 Это Юлианский календарь Который остался вот Во всей, во всей, во всей, как бы церковной жизни Все праздники считаются по Юлианскому календарю Поскольку Православная Церковь не признала Папу Григория Но светские власти для того, чтобы было, ну, как бы Удобнее общаться друг с другом Постепенно стали подключаться к этому Григорианскому календарю Вот протестантская Германия Она, тем не менее, в 17 веке перешла Вместе с Великобританией и частью Швейцарии На Григорианский календарь В 19 веке к этому подсоединилась Япония В 20 веке в России долгое время до революции Писали по новому стилю и по старому стилю И потом уже после 17 года старого стиля не стало И остался только новый стиль, то есть Григорианский календарь Ну и сейчас фактически все страны, которые, ну, как бы завязаны в деловую жизнь Они вынуждены пользоваться Григорианским календарем Вместе с праздниками именно по этому поводу Праздники были совершенно разнообразные И были праздники, ну, например, там какой-нибудь Римской империи Один из них – это праздник Сатурналиев Отмечался он как раз вот примерно в это самое время Примерно неделю нужно было поклоняться богам подземного мира Бог подземного мира – это был Сатурн в мифологии, да? И наступал праздник, который назывался Сатурналий Тоже где-то примерно неделю все пировали И была одна очень важная особенность Поскольку это бог смерти, считалось, что перед богом смерти равны и император, и самый последний раб Поэтому вот на эту неделю все люди были равны То есть рабы пировали как бы вместе за одним столом с очень знатными римлянами И это считалось нормальным И там знатные даже прислуживали этим рабам Ну, заканчивались праздники, и все заканчивалось Вот, соответственно, римляне праздновали такой фестиваль Сатурналий Здесь некоторые картинки изображены И вот монетка в честь двуликого бога Януса Это страж подземного мира, который смотрит в один мир, как бы улыбаясь И в другой мир с очень печальной физиономией Двуликий Янус Ну, за ним идет фебруарий Это даже не римское, а этрусское божество Этруски жили раньше римлян И они поклонялись ему как богу подземного мира То есть, вот последние два месяца года напоминали людям о смерти И поэтому вот Сатурналий, это был такой праздник С одной стороны, поклонение Сатурну, приношение жертв Чтобы солнце пошло обратно, как мы помним, да И с другой стороны, это вот такой вот праздник всеобщего равенства Много всего съедалось, пиры были всякие там и так далее, и так далее Когда возникло христианство, оно первое время было под запретом И возникла проблема, как отмечать церковные праздники Вот и Рождество Христово, и все остальные здесь упомянутые праздники Они отмечались, ну, так сказать, в разное время И потом где-то лет через сто традиция устаканилась Если вы перечитаете внимательно-внимательно Библию То в ней не сказано, когда именно родился Христос Ну нет, ни даты нет, ни даже времени года нет, когда это было То есть, нет указания, когда он родился Но, с другой стороны, это самый важный праздник И надо его отмечать, и он календарный Значит, надо было отмечать как-то вот, ну, совместно бы хорошо бы с римским народом Вот все веселятся во время Сатурналей Христиане тоже должны веселиться Только они веселятся по своему поводу Потому что родился Христос Вот от этой даты начинается отсчет Рождество Христово, это вот фактически Сатурналей Ну, Йоль это праздник у германцев, у древних Примерно в то же самое время, который был Таким образом, одни празднуют, поклоняются Богу Сатурну А другие радуются, что родился Христос Ну, дальше пошло-поехало Есть указание, что святая Елизавета Или там Елизавета, да, она у нас Которая была беременна Иоанном Предтечей Встретилась там на определенном, на четвертом месяце с Девой Марией Ну, соответственно, дальше можно досчитать Когда же должен был родиться Иоанн Креститель И оказывается, что это в аккурат приходится на Русалии Поэтому вместо Русалии он называется Иван Купала Иван в честь Иоанна Ну, и Купала, поскольку все купаются И древние вот эти вот напластования остались Таким образом, все празднуют Сатурналей А христиане празднуют в это же самое время Рождество Иоанна Крестителя А потом эти традиции объединились и перемешались И получилось, что празднуется вот не пойми что С одной стороны Иван, а с другой стороны языческий Купала какой-то Весеннее равноденствие и привязаны к нему месяцы Были тоже праздники этому посвященные Перешли в Пасху Ну, и соответственно, калятки превратились в святки А языческие божества в святого Николая Сант Николаус потом при сокращении превратился в Санта Клауса Это святой Николай, который вот Никола Зимний, да? Ну, всех Николаев поздравляем Дальше надо рассказать Вот мы как бы немножко разобрались, когда мы это празднуем и почему Ну и как бы при христианизации, когда уже христианство победило Новый год должен стать ближе всего к какому-нибудь крупному христианскому празднику Ну, самый крупный, один из самых крупных, это вот Рождество Христово и сразу же Новый год Поэтому праздновали всю неделю от Рождества до Нового года Все это время считалось вот таким вот каникулярным и праздничным Ну, в школе эта традиция сохранилась С 1 января до как минимум 7 января по юлианскому календарю у нас с вами каникулы Ну, 10, да Теперь поговорим о деревьях Деревья занимали в жизни человека огромную, играли огромную роль И люди поклонялись определенным деревьям в определенной местности Ну, например, да, в Мордовии поклоняются матушке Липе Есть такая традиция, что считать, что это самое главное дерево этой местности Если вы поездите на Кавказ, то в республике Адыгея есть священные каштаны Настоящий каштан или священные какие-нибудь буки Особенно крупные, особо уважаемые деревья, священные дубы И если турист не знает и случайно там подойдет к этому дереву и сделает что-то неправильное То горцы могут сильно обидеться и случались очень сильные конфликты Поэтому, если вы вот в такой местности, где деревья очень уважают Лучше как бы вести себя очень аккуратно Очень любили деревья древние греки Ну, например, грецкий орех, всем известный Давал пищу, ну, настолько важную Что отец, посадив грецкий орех, заищал сыновьям отдельно его ветви Что ты питаешься с этой ветви, ты с другой, ты с третьей Понятно, что обидеть такое дерево было совершенно невозможно Точно так же почиталось огромное дерево инжира Это вот в Персии поклонялись инжиру И от дерева, в общем-то, зависела жизнь людей Потому что, если дерево не даст урожай, то будет нечего есть Или нечего есть самому человеку, или нечего есть зверям и птицам И будет меньше как бы дичи в лесу и так далее, и так далее Вот одно из сакральных деревьев, это тис Тис ягодный, растет у нас на территории, в посадках Он достаточно распространен Очень ядовитое растение И, значит, оно вечно зеленое Такое магическое И считалось, что оно тоже немножечко потустороннее Потому что человек вместе с ним может уйти и на тот свет То есть дерево очень важное С которым нужно проявлять предельное уважение и предельную осторожность Ну, в древности деревьям поклонялись Ну, по крайней мере, на территории, где росли тисы Примерно таким образом Жрецы должны были на белых быках обязательно На тех, которые ни разу еще не были, не пахали ничего В общем, их с бычков специально выращивали, отбирали Они приезжали во время праздника Специальным серебряным серпом их закалывали Кровью обогряли, значит, ствол дерева Дальше сжигали тут же жирные части Это вот жертву, которая возносится вверх куда-то к богам Ну, и дальше жарили мясо и доедали все самое вкусное под этим тисом Ну, иногда развешивали какие-то там головы Еще там что-то такое от животных Это была такая жертва тису То, что описывают римские историки Что были даже человеческие жертвы На это друиды шли только от крайних обстоятельств Вот нашествие римлян, причем успешное нашествие Означало большое бедствие для народа А раз это большое бедствие, значит, надо принести самое дорогое, что есть А самое дорогое – это человеческая жизнь И они надеялись, что вот придав такую жертву Они смогут защититься от римлян В более мирное время, конечно же, закалывали быков Других ритуальных животных И, в общем-то, было так вот более мирно Тис – это растение удивительное, потому что оно может жить много тысяч лет Сколько – никто не знает Потому что оно стареет очень странно Вот это старый очень экземпляр тиса У него ствол расширяется Потом ствол лопается И расщепляется на несколько стволов Представили, да? В нем образуются какие-то дырки Они использовались для захоронения Видите, это на самом деле старинное кладбище А друиды захоранивали вот в полостях этого тиса своих мертвецов И когда тис выворачивал корни, то тогда иногда показывались там черепа, кости захороненных людей Он вот как бы хранил умерших людей своей вот такой вот сенью Видите, какая трещина огромная, да? В конце концов, он рассыпался на несколько деревьев И эти деревья отползали друг от друга И падали, и наклонялись Ну, если вы возьмете секвою, то как узнать ее возраст? Взять пенек и посчитать годичные кольца Или сделать такой глубокий керн, так называемый Вытащить кусочек древесины и опять посчитать годичные кольца А как посчитать возраст такого дерева? Ну, совершенно невозможно Потому что серединка уже все, она сгнила И по коре никак не угадаешь Потому что кора сваливается и листья регулярно обновляются Есть только один метод И по высоте никак, и по корням никак вы не угадаете Корни тоже там рассыпаются Делают вот как Смотрят старинные летописи И в старинных летописях указано Что вот, допустим, в 1100 каком-то году Была воздвигнута церковь такая-то И около нее рос огромный тис Это означает, что там не менее тысячи лет А скорее всего и гораздо более Считается, что на территории Англии Есть даже отдельные тисы, ровесники Стоунхеджа Но точно определить и сказать уже невозможно Потому что самая старая часть утрачена Ну вот, к слову сказать, вот таких тисов нет на территории Крыма Но есть очень старые оливы Вот кто будет в Айвазовском, понаблюдайте, как стареет олива Она стареет примерно так же Это бессмертное дерево Может жить, наверное, несколько тысяч лет Но сколько конкретно, никто не знает Ну и в Никитском саду есть еще такое очень старое Которое, вроде говорят, порядка 600 лет этим деревьям То есть такие деревья есть, которые странно стареют И фактически вот они могут быть современниками очень древних событий Ну и, конечно, совершенно фантастично выглядит священная роща эстиса Где очень старые деревья В нее не допускали чужаков Ходили только жрецы там для специальных обрядов Ну и, наверное, все знают вот эти вот комедии Созданные французами по поводу Астерикса и кого там? Да, и Бенефикса Вот это примерно вот оттуда же, да? Ну, в юмористической манере обыграны вот такие вот события Связанные с поклонением деревьев Но на самом деле все было серьезно И действительно были заповедные участки леса Заповедные рощи, куда никого не разрешалось водить А где они могут развалиться? Ну, не только могут развалиться А это вот такое место, где принесено много жертв Оно для уединенного такого вот какого-то обряда И никто не должен знать, как жрецы совершают свое таинство То есть обычных людей туда не пускают Потому что если кто-то проникнет, то он может разгласить секрет И то, что хочет жрец, может не состояться То есть вот в это верили Похоже на арку Вот такая вот человечек, который блуждает по тисовой роще Картинка Люди, поклоняющиеся тисам, назывались Эбуроны И они жили на территории современной Бельгии Вот крестиком помечены те места, где откопаны их какие-то культурные поселения Вот так вот выглядят раскопки их селений Немножко похоже на Херсонес, да, кто бывал? Да Вот тоже сохранился каменный остов зданий Дальше, наверное, были строения из дерева, они не сохранились Зато сохранились разнообразные украшения Вот это серьги, здесь вот одна такая серьга И на ней изображен в центре тис Разваливающийся на много ветвей Вот вы видите, вот это такое важное украшение Это не только украшение, это еще и оберег То, что должно беречь людей В принципе, они чеканили свою монету Были высоко развитым народом Хотя римляне считали их варварами Ну, все, кто не говорит по латыни, они считались варварами Хотя они были вот достаточно высоко цивилизованными Древняя руна тис означала две вещи Она могла означать защиту и смерть Защиту, потому что из тиса делалось оружие Причем очень такое мощное, которое действительно помогало обороняться То есть из него там и рукояти мечей делали, и луки там и так далее С другой стороны, смерть, потому что в листве тиса и в древесине содержатся очень ядовитые вещества Ну и говорят, что если хотели кого-то отравить, то посылали напиток в чаши из тиса И тисовая чаша отравляла Значит, единственная часть, которая съедобна для птиц Это вот эта вот красная, как это сказать, мякоть, которая окружает семя Семя само ядовито, и птица, когда это склевывает, семя не разжевывает И оно целиком проходит через птицу и выходит наружу А вот эта часть сладкая, съедобная, но еще раз повторяю, для птиц Самим эту часть есть ни в коем случае не рекомендуется Все, тем пора, так сказать, быстро к врачу Значит, поскольку такие вот вечно зеленые деревья считались защитой То их специально развешивали в дни зимнего солнцестояния Для защиты от злых сил И вот в виде гирлянд увешивали где-то под потолком Для этого шли ветки киса А в Великобритании шли ветки падуба Тоже он растет где-то у нас в парках С такими острыми листочками и красными ягодками Но сейчас им жалко, и они выпускают просто елочные украшения из пластмассы Этот падуб, и, соответственно, его развешивают везде Именно в виде таких зеленых гирлянд Это как раз обычай отгнания злой силы Колючая, вечно зеленая И сквозь этот огород, сквозь гирлянду такую Злые силы не проникнуть в дом Соответственно, надо было как можно обильнее по всему периметру в комнате навесть И это было важно именно на зимнее солнцестояние Отсюда идут традиции делать гирлянды из сосновых, там, еловых веток И в Великобритании и Штатах это вот из веток падуба Эбуроны были очень отважным народом И они предпочитали смерть от отвара Тиса, чем сдаться врагу То есть они не сдавались фактически Но, тем не менее, римляне их очень не любили Вот Гай Юлий Цезарь во время своего похода в Галлию Оставил записки о гальских войнах, где он написал Эбуронов Видимо, он разорил несколько селений И потом хвастливо заявлял, что с Эбуронами покончено И Эбуронов больше уже не существует на свете Ну, так это или не так, это вопрос Ну, вот обратите внимание, как называется вот эта вот земля странная В современной Бельгии Таксандрия От слова токсичный, то есть ядовитый А почему, интересно, он такой токсичный, ядовитый? А именно там рос тис ягодный, совершенно верно Более того, город Йорк назывался Эборациум, город Эбуронов И очень многие имена, связанные с тисом, перекочевали на Британские острова В Ирландии, Великобритании до сих пор тис высаживают на кладбищах Это вот такое сакральное растение, которое бережет покой мертвых Ну, и есть целое общество, которое изучает тисы Вот точечками помечено, где самые старинные тисы растут И некоторым тисам насчитывается много-много лет Видите, от двух до трех тысяч лет насчитывают Ну, вот скромные оценки полторы тысячи Ну, теперь об экологии немножко В старину англичане изобрели очень такой длинный и гибкий лук Такой, которого не было ни у кого из других государств Здесь английские воины со старинной иллюстрацией Это вот памятник Робину Гуду Известно ли, кто это такой, да? И он с луком из особого материала Он с луком из тиса Секрет выделки английского тиса держался очень глубоко Никого им не разглашали Надо было высушить древесину очень тщательно Подобрать, как расщепить дерево правильно вдоль вот этих вот волокон Правильно придать форму, стянуть это все И получался очень дальнобойный лук И раз он очень дальнобойный, значит, им можно было расстреливать врага издалека И враг не мог подобраться Потому что его луки были короче Они били на более короткую дистанцию Поэтому очень важным оказывается тис Потому что он важен в военных целях Ну, войско у короля растет А раз войско растет, то нужно все больше и больше английских луков Сначала истребили все, что там было в Англии Пригодного на луки И с 1294 года начинают ввозить этот тис для изготовления луков Дальше покушение на частную собственность Для Великобритании вообще неслыханное дело, да? Если у тебя растет тис, и ты его не отдал королю, то ты изменник И король велит заготавливать в частных владениях тиса Пробуют другие деревья Оказывается, что все непригодно Стрелы летят на маленькую дистанцию И, в общем, получается не английский лук, а не пойми чего Ну, в конце концов, издают постановление Всякий купец, который хочет торговать с Англией, должен заплатить пошлину Но не деньгами, а ветками тиса Вот по 4 ветки тиса за бочку товара Вот есть бочка товара, 4 ветки тиса надо предоставить Пригодных для изготовления лука Ну и дальше тис потек со всей Европы Вплоть до Средиземноморья Венецианские купцы их привозили И, конечно же, Германия соседняя привозила тис И аппетиты короля все не унимаются Ему надо уже 10 веток тиса за одну бочку Дальше цены на тис растут А раз цены растут, то появляются дельцы, которые желают на этом заработать Ну, в конце концов, заканчивается это для тиса плачевно Плантации вырубают И начинают королю Германии жаловаться на герцога Баварского Что он вообще истребил все тисовые леса Скоро тиса не останется И надо бы как-то его поприжать Но это очень выгодно А раз это очень выгодно То люди идут на все, чтобы как-то обойти королевские повеления И, в конце концов, сначала король хочет установить монополию А дальше даже король Максимилиан подписывает экологический указ О запрете рубки тиса Но допустима заготовка, если его есть достаточное количество Ну, как вы понимаете, у каждого герцога всегда есть достаточное количество Потому что это можно продать втридорога И они все пишут королю У нас есть достаточное количество И сами отгружают этот тис в Великобританию На самом деле тис уничтожается Тис пал в неравной борьбе с английскими королями И территория тисовых лесов по Европе очень сильно сократилась Ну, вот сейчас современное такое распространение тиса здесь показано Ну, и в этой области распространения входят тисово-самшитовая роща реликтовая на Кавказе И, конечно же, территория Крыма Тис у нас вполне тут вот растет Вот так вот выглядит реликтовый тис Достаточно старый В тисово-самшитовой роще под Сочи Ну, тиса нет, что же делать? Надо искать ему какую-то замену Ну, и люди стали искать дерево, которое похоже по внешнему виду Это пихта или елка Вот эти два дерева очень похожи внешне на тис Их стали использовать для отгнания злой силы Обвешивать вот этими гирляндами из елки и пихты И ставить дерево внутри помещения И начали его наряжать Когда это случилось в Европе, установить трудно Но, видимо, после того, как уже вырубили этот весь тис Но были отмечены выходки немецких купцов Которые приезжали в землю Риги Тевтонского ордена тогдашнего и в Таллин Писали, что вот эти псоголовые купцы Они наряжали елку Вокруг нее там веселились и плясали И это было диким для народов, которые населяли Прибалтику Поэтому это попало в летописи Понятно, что это вот какой-то немецкий обычай Который они с родины привезли сюда Тем не менее, первое указание в летописи Это 1441 год Ну, параллельно в Таллине или Ревеле Тоже наряжали елку Она также стояла перед зданием, где заседали эти купцы И в 2011 году оказалось, что очень круглая дата Что вот наряженные елки там очень много и кругло лет, юбилей Рига и Таллин начали заманивать себе туристов И тогда в Таллине написали, что А наша елка, она 300 лет старше рижской елки На что мэр этого самого Риги не растерялся и написал Что раз так, то, видимо, судя по летописям Елка стояла в глухом лесу Потому что Ревель был основан гораздо позже, чем эти 300 лет Ну и развязалась елочная война за туристов Кто кого сманит туристов побольше На празднование годовщины установки этой елки О елке в Европе мы узнаем как раз по экологическим указам 1561 год указ, чтобы на Новый год в каждой семье и в каждом доме Была не более, чем одна ель Видимо, все уже их рубили, тащили в больших количествах Это уже всем надоело Леса обезлесивались Но надо было как-то запретить На одну семью, а не более, чем одна ель Причем обычай этот зарегистрирован в странной области В области Германии, прилежащей к Бельгии Как вы думаете, случайно ли это? Эльзас, на границе Франции, Германии Там севернее чуть-чуть Бельгия Уже описание народного обычая Что устанавливают елки На ветви навешивают розы из бумаги Яблоки, которые хранили от урожая Чтобы развесить специально в этот момент Печенье, кусочки сахара И разнообразные блестяшечки Чтобы было красиво То есть это вот уже такой обычай Который сформировался к 17 веку К началу это он был совершенно точно Распространение елки способствовал Мартин Лютер Вот он здесь перед вами Он основатель лютеранства Протестантского движения И по легенде он прогуливался по лесу И увидел, что через ель Очень прекрасно в Рождество блестят звезды И он подумал, что вот замечательно было бы Чтобы на елке были свечи И это бы символизировало Духовное обновление Германии Ну и сверху надо Вифлеемскую звезду Поскольку праздновали все-таки не Новый год, а Рождество И таким образом Лютер дал новый символ Вот этому лютеранству Все, кто устанавливал такую елку со свечами Видите, свечи появились на елке в этот момент Те должны были, ну как бы, приверженцами лютера В некоторых землях Германии Которые остались католическими До сих пор не любят устанавливать елку То есть они уже забыли, почему это Но до сих пор, как бы, есть разница в традициях Надо было как-то обосновать Почему именно елка, а не что-нибудь еще И тогда, во времена лютера, была придумана легенда Что креститель германцев, святой Бонифаций Решил прийти к друидам и срубить дуб Вот перед вами две картины, которые это изображает Цветная, не цветная Вот здесь вот рубится дуб Вокруг жрецы, которые сказали До тебя сейчас разратить молния Потому что это дерево посвящено богу Тору Как ты смеешь рубить это все топором? Тем не менее, Бонифаций это срубает И, по легенде, попадали все деревья, кроме елки Бонифаций поднял пальцы к небу и сказал Видите, елка треугольна по форме И должна напоминать вам о святой Троице Поэтому поклоняйтесь ей А дубам и прочим деревьям не поклоняйтесь По другой версии, из свежесрубленного пня дуба Тут же проросла елка И на этом месте выросло еловое дерево Ну, ни то, ни другое здесь не изображено Но понятно, что это более поздняя легенда Которая, ну, как бы обосновывает Почему нужно наряжать ель Как я вам уже рассказывал Яблоки специально хранили от урожая И потом уже развешивали в определенный день На срубленной елочке И вот в 1848 году по всей Германии Был такой неурожай яблок Что даже королевская семья Не могла повесить ничего на своей елке Все уже сгнило и было съедено И тогда в городе Лауша Придумали, что надо выдуть яблоки из стекла Сначала были неказистые просто из зеленого бутылочного стекла яблоки А потом придумали, что это должны быть такие золоченые, серебреные И превратилось это все в такие дутые стеклянные шары Это так понравилось, потому что не надо было дрожать над этими яблоками А можно просто убрал в сундук, а потом снова повесил Лауша стала таким местом, где и до сих пор производят елочные игрушки Очень высокого качества А в Германии даже есть специальные коллекционеры Которые коллекционируют вручную расписанные такие вот шары Ну и вот местечко Лауша очень, так сказать, славится Ну одно дело по Германии все стали эту елку устанавливать А другое дело, как же она пошла дальше по миру Оказалось, что по миру она пошла в основном благодаря немецким принцессам У короля было много, у кайзера было много девочек Которых он отдавал замуж в разные хорошие королевские дома Там в Великобританию, во Францию, там в России были тоже императрицы И вот одна из наших императриц наряжает первую елку Это Александра Федоровна, она же Фредерикова Луиза Шарлотта Вильгельмина Прусская Жена Николая Первого Ну она все время говорила, что вот у папеньки там во дворце Мы веселились с детьми, когда была елка, было весело Там были всякие мишура и так далее Давай нарядим и у нас Ну и впервые королевская семья, наша царская семья решила так развлечь своих К ним, конечно же, приходили вельможи И моду у царя стали перенимать И считалось, что если ты установил елку, то ты как бы особо приближенная к царю И как бы в веянии современных тенденций И елка потихонечку распространялась сначала среди знати А потом она захватывала все больше и больше слои общества И елка стала потихонечку таким атрибутом Нового года Огромную роль в пропаганде елки сыграла сказка Эрнста Амаде Теодора Гофмана «Щелкунчик» Это вот первое ее издание 1816 год Сказка переводится на все европейские языки Ею зачитывается Это немецкий романтизм Просто волшебная история Чайковский там пишет музыку к этому щелкунчику Ставят балет И в общем вот эта новогодняя сказка В нее хочется погрузиться Поэтому люди, которые ее прочитали Интеллигенция уже вслед за знатью Начинает устанавливать елки И тоже вот как бы пытаться воспроизвести Вот эту вот атмосферу Нового года и Рождества Ну вот здесь перед вами такие старинные дореволюционные утренники С щелкунчиком, другими персонажами Наряженные елки, балет, щелкунчик То есть это вот такое культовое произведение Способствующее распространению ели Ну в конце концов надо что-то музыкальное Чтобы что-то петь под елкой Нужны стихи Эти стихи придумала Рейса Адамовна Кудашова В девичестве Гидроид Она написала эти стихи для журнала «Малютка» И там они были впервые опубликованы Стихи были звучные, интересные И совершенно ни одного раза не композитор Леонид Карлович Бекман написал на них музыку Писал он это для своей дочки А преподавал он в Темирязевской сельхозакадемии То есть был биологом фактически Ну вот немножечко музицировал И так вот составил простенькую мелодию И оказалось, что мелодия ну совершенно волшебная А тем более слова И это можно петь В лесу родилась елочка В лесу она росла И вот с 1905 года Дети распевают под елкой Именно вот эту мелодию Раиса Адамовна Была сначала Из такого захудалого дворянства Потом она вышла замуж за человека У которого она растила детей Она была фактически гувернанткой Но потом мама в семье умерла И поскольку дети были ей очень дороги и знакомы Она просто вот вошла в семью Как вот вторая мать Ну в дальнейшем там дети разошлись Муж умер И она осталась ну фактически без средств к существованию Это было очень трудно в 20-е и 30-е годы Тогда она прорвалась в союз писателей Тогда, по-моему, был Фадеев Или кто-то вот в этом духе Был главой союза писателей Причем ее не пускали на входе И Фадеев, проходя, увидел, что какая-то старушка Хочет к нему пройти Она, значит, прошла Стала говорить, что вот она писательница В основном детских произведений Что вот у нее нет пособия Она не член союза писателей И, в общем-то, как бы выжить что-то И он стал спрашивать Ну а вот как бы как вас публикуют Она говорит Ну вот в прошлом публиковали Сейчас не очень Фадеев спросил А можете ли вы что-нибудь прочитать из своих произведений Ну она встала, подбоченилась и начала В лесу родилась елочка В лесу она росла И Фадеев понял, что это та самая песня Которая просто вот захватывает всех на Новый год И, конечно, ей было выделено и паек И квартира И привилегии членов союза писателей И все закончилось хорошо Она дожила до 60-х годов И работала библиотекарем Вот такая вот замечательная бабушка Раиса Адамова Гидроиц После революции Ну, вообще, говоря Скоро-скоро Уже мы фактически заканчиваем, да? После революции С елкой стали бороться На самом деле с ней боролись еще во время войны с Германией Поскольку елка это немецкий обычай А в СССР с ней стали бороться Потому что с помощью елки считалось Что попы заманивают детей Праздновать Рождество И когда боролись с церковью Стали запрещать елку Вот в 20-х годах Начался запрет на елку А в Турецкой империи наоборот В 20-х годах впервые нарядили елку Елка была некоторое время под запретом А дальше Вот такой вот кандидат Члены политбюро Павел Петрович Постышев Вместе со Сталиным Ехал на заседание ЦК И, как вспоминает Хрущев Он стал намекать Сталину Что вот, ну, хорошие обычаи Ребятишки веселились Ну, почему надо придавать Религиозное какое-то значение этому всему Просто веселый праздник на Новый год Давайте мы как-то вот разрешим На что Сталин сказал Выступите в газете правде А я поддержу Вот перед вами цитата из газеты правды Выдержка из этой статьи Что это вот был такой перегиб И надо, наоборот, все устранить Чтобы была советская елка Чтобы дети радовались там и так далее Обратите внимание на дату Какая здесь написана 28 декабря До Нового года остается За три дня надо успеть Сделать елочные игрушки Написать песню Всем подготовиться И дружно всей страной Отпраздновать около елки Новый год Потому что Сталин поддержал Иначе не может быть Выпускаются специальные игрушки С советской символикой С серпом и молотом Со звездой С дирижаблем СССР Шары с членами политбюро ЦК КПСС Их, значит, развешивают Центральные елки Кремля Красные флажочки Вдоль и поперек Красные ленточки В общем, праздник Как вы понимаете Бегут в союз писателей Говорят, у кого есть стихи Срочно, срочно Через два дня Новый год Надо что-то спеть Ну, Зинаида Александровна Николаева Нашла какое-то длинное стихотворение Взяли члена тоже Союза композиторов Михаила Александровича Карасева Он быстренько написал музыку И оказалось, что это стали петь И продолжают петь до сих пор Вот утренник Синим выделено то, что вошло в песню А черным то, что в песню не вошло Эти куплеты пропускают Ого Ого Ну, видите, всего там 4 куплета осталось Но зато эти 4 куплета Известны всем, да? Станем под елочкой в дружный хоровод Весело-весело Встретим Новый год Ну и в современном мире, конечно, можно пойти На елочный базар И водрузить на елку Хоть красную звезду Хоть вифлеемскую звезду Хоть просто остроконечья Навесить любого цвета шариков С любой символикой И весело все отпраздновать Ну, конечно, можно купить и натуральную Искусственную елку И можно купить даже и пихту И в разных регионах Наряжают разные совершенно хвойные деревья Лишь бы было хвойно И похоже хоть немножечко на ель Вот у нас наряжают сосну крымскую Сосну Паласа А, например, на Камчатке Наряжают кедровый сланник Потому что сосны, высокой елки там нет Берут березу более-менее ровную И гвоздиками прибивают зеленые веточки Чтобы было похоже на елку Ну и, конечно же, продаются Искусственные синтетические ели Которые сберегают наше зеленое насаждение И нам достаточно любого треугольника Более-менее похожего на елку Чтобы мы в ней признали эту самую ель Может быть из досок Из цветных шариков Из цветов Из платочка обычного Ну и, конечно же, из книжек Поскольку надо еще закончить четверть И получить отличные отметки На этом спасибо за внимание Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому